Не могли бы вы, исходя из ваших наблюдений и ваших знаний о том, как все это происходило в прошлом, и любых источников, которые у вас могут быть, подтвердить то, что только что сказал полковник Уилкерсон? Не просто подтвердить это, но и пойти дальше, сделать еще один шаг вперед. Я не собираюсь строить догадки. Я собираюсь прямо сейчас сказать вам, что ЦРУ было широко вовлечено в это, и мы знаем это. Я имею в виду, мы знаем это по прошлым образцам поведения. Вы знаете, ЦРУ не так умно, как оно думает. И если вы посмотрите на его историю тайных операций на протяжении многих лет, особенно на операцию в Афганистане, и поэтому мы использовали афганскую модель в качестве шаблона для проведения других подобных действий, таких как в Ираке, таких как в Сирии, где мы помогли создать ИГИЛ с целью свержения Башара Асада. И я бы сказал, что это тот шаблон, который мы используем в Украине. Помните, что ЦРУ было вовлечено в Украину с 2014 года на серьезном уровне. Вдоль украинско-российской границы было построено 12 оперативных баз ЦРУ для осуществления наступательных действий против России. Мы знаем, что Центр специальных операций ЦРУ был вовлечен в подготовку украинцев. Это плохие парни. Это ребята, которые совершают государственные перевороты. Они делают грязную работу. Они специализируются на нерегулярных и нетрадиционных боевых действиях, и мы обучаем украинцев этому искусству, и нет ничего такого, что делали бы украинцы, о чем мы бы не знали. У нас есть политическая часть специальных действий, которая вовлечена в это. Она была вовлечена в это в России в течение десятилетий, пытаясь свергнуть Владимира Путина, чтобы подорвать российские выборы. И в этом году мы стали свидетелями целенаправленной деятельности ЦРУ для достижения именно этой цели. И нападение на Крокус было слиянием политических и прямых действий, организованных Центром специальных действий. Мы знаем это. Мы знаем, что они вовлечены, и поэтому я согласен с полковником Уилкерсоном. Это отпечатки пальцев ЦРУ повсюду. Мог ли быть какой-то намек на то, что это произойдет? С 60 миллиардами долларов в виде дополнительных средств, которые администрация запросила у Конгресса, мы можем гарантировать, что Украина не только выживет, но и преуспеет. На эти деньги Украина сможет дать отпор на Востоке, но также сможет ускорить асимметричную войну, которая оказалась наиболее эффективной на поле боя. И как я сказала в Киеве три недели назад, это дополнительное финансирование гарантирует, что в этом году Путина ждут неприятные сюрпризы на поле боя. Две ключевые фразы из ее речи – асимметричная война и неприятные сюрпризы для президента Путина. И возможно, ЦРУ было бы безумием рассказывать ей о том, что они замышляли. Но я не знаю, намекает ли она на это. Это одна из последних речей, которые она произнесла перед тем, как покинула государственный департамент. Поймите, что когда она произносила эту речь, она уже знала, что ее голова лежит на плахе. Она уже знала, что реальность такова, что Конгресс из-за внутренней американской политики держит украинское финансирование в заложниках и что оно не будет выделено. Это была ее попытка оказать давление на Конгресс, чтобы он выделил эти деньги, а также создать впечатление в Украине и вокруг нее, что эти деньги вот-вот поступят. Это необязательно изолированная операция ЦРУ. Это часть согласованной политики Соединенных Штатов по достижению четко определенных целей. В данном случае цель состоит в том, чтобы подорвать авторитет Владимира Путина как лидера России и в то же время ослабить его позиции среди российского народа. Показывая, что он не идеальный лидер, что идеальной безопасности не существует, что такие ужасные действия, как эти, могут иметь место в России. Путин должен был победить, но мы не хотели, чтобы он победил, имея 88-процентную поддержку и 77-процентную явку. Итак, Нолан, так сказать, выпустила кота из мешка, чтобы создать такое восприятие. И я думаю, что одна из причин, по которой она была уволена так поспешно, заключается именно в этой речи. Потому что многие люди в администрации Байдена пошли на попятную, мы больше не придерживаемся этой политической линии. Справедливо ли будет сказать, что там, где появляется ЦРУ, особенно в этой части мира, появляется и Ми-6? Абсолютно. Что касается России, то определенно. ЦРУ работает рука об руку с Ми-6. Они делали это с самого начала. У Ми-6 есть кое-что, знаете ли, из-за обширного присутствия российских экспатов в Лондоне, которые тесно связаны с олигархами. Как теми, кто бежал из России, так и теми, кто все еще находится в России. Лондонская станция Ми-6 и лондонская станция ЦРУ очень близки и очень тесно координирует свои действия по всем вопросам, касающимся России. Хорошо, вот Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, приводит совершенно ужасный аргумент по этому поводу. Лучшее, что мы можем сделать в этом году, это помочь украинцам продолжать эту борьбу. Они сражаются так храбро, что не проиграют из-за недостатка морального духа. Опасность заключается в том, что мы не оказываем им той поддержки, в которой они нуждаются. Это инвестиции в безопасность Соединенных Штатов. Пусть они получат это, Скотт. Опять же, я просто говорю, что любой американец, который считает, что наша национальная безопасность должна зависеть от того, что другие люди умирают за то, что должно быть нашим делом. Мы американцы. Пришло время поставить все на свои места или заткнуться. Если это стоящее дело, то в него нужно вкладывать деньги американских налогоплательщиков, потому что оно носит экзистенциальный характер. И эти деньги должны быть подкреплены американской кровью. Но это не так. Мы позволяем 500 тысяч украинцам умереть, и еще сотни тысяч умрут. Потому что это самая трусливая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Дэвид Кэмерон трус. Он человек, который не знает, что значит встать и бороться за правое дело. Он собирается сидеть там и заискивать перед Соединенными Штатами на мировой арене и делать вид, что мы делаем что-то благородное, позволяя украинцам умирать за дело, в котором, как мы знаем, они не выиграют. Ты был на передовой, Дэвид Кэмерон, ты разговаривал с украинскими солдатами. Даже полк Азов сейчас говорит, что у нас нет людей, которые нас поддерживают. Люди не хотят воевать. У нас нет таких людей. Такова реальность, Дэвид Кэмерон. И все же ты хочешь продолжить этот конфликт по какой причине? Чтобы ты мог чувствовать себя лучше? Чтобы ты мог победить на дополнительных выборах, которые состоятся в мае, и остаться у власти. Речь идет о твоем политическом будущем. Тогда ты мразь. В тот момент, когда ты говоришь, что твоя политическая карьера или национальная безопасность зависит от того, чтобы другие люди сражались и умирали за что-то, а не позволяли твоим солдатам сражаться и умирать, ты становишься бесполезным не только для меня, но и для всего мира. Ты трус. И если бы он стоял на сцене где-нибудь поблизости от американского политика, который повторил бы то, что он должен был сказать, этот человек тоже был бы трусом. Но он стоял рядом с Тони Блинкиным. Если полковник Уилкерсон, и вы знаете, что ЦРУ было вовлечено в резню в крокусе. Конечно же, Владимир Путин и российская разведка знают об этом. Что они, скорее всего, сделают по этому поводу? Это перешло все границы. Это неприемлемо, и вы знаете, что русские будут иметь полное право рассматривать это как предательство каких бы то ни было договоренностей о красных линиях. И единственное, что я знаю о русских, это то, что хотя они хорошо взвешивают свои слова и не любят срываться с цепи, они не прощают, особенно преступлений такого масштаба. И где-то каким-то образом кто-то, кто причастен к этому, кто несет за это ответственность, заплатит самую высокую цену. Это самый настоящий акт войны. Понимает ли Запад терпение русского менталитета и президента Путина в частности? Ответ нет. Мы ошибочно принимаем терпение за слабость. Есть старая поговорка о русских, которые медленно запрягают, но быстро ездят. Требуется много времени, чтобы запрячь русских во что-то. Они просто не хотят надевать эту упряжь. Они хотят все обдумать. Но как только они запряжены, они срываются с места в карьер, и их очень трудно, если не невозможно остановить. Русские не попадутся в эту ловушку. Они очень-очень терпеливы, но мы считаем их терпение слабостью. Превосходит ли российская военная мощь всю НАТО вместе взятую? Вы знаете, численность НАТО вводит в заблуждение, потому что у вас может быть большое количество людей, которые не способны вести длительный конфликт высокой интенсивности в Европе. Российская армия сегодня полностью способна вести такого рода конфликт. Они могут быть меньше по общей численности, но их возможности таковы, что они могут стереть с лица земли любые силы НАТО, в любое время, когда они могут вступить в бой. Вот в чем проблема с НАТО. У нас сейчас 36 стран. У каждой из них есть своя армия. Не все эти армии могут объединиться в один кулак. С другой стороны, Россия — это одна армия. Это складывается в кулак в любое время, когда этого хочет Россия. Что сильнее, пять пальцев или один кулак? И ответ — один кулак. Спасибо тебе, Скотт. Ты просто вне поля зрения, когда Мэворик одобряет тебя или чувствует, что ему нужно успокоить тебя. Я не знаю, что ему нужно успокоить тебя.